Будьте здоровы, приветствую вас я, Татьяна Ситникова, при этом ничуть не сомневаюсь, что мой гость сразу подскажет нужное направление, а пойдемте-ка в баню, наверное, и так, да? Скажет мой гость, которого я сейчас представлю. Идите-ка вы в баню. В программе «Будьте здоровы» уже хорошо знакомы многим по нашим эфирам банный мастер Илья Ливанов. Илья, ну, очень-очень рада снова встретиться. Здравствуйте. Как дела? Какие новости? Мы же познакомились, вот когда было открытие банно-здоровительного комплекса Шихова. Все так, да? Да, все так, все верно. Банно-здоровительный комплекс Шихова развивается, приобретает своих поклонников, постоянных гостей, клиентов. В точности ко мне обращаются любители бани. У меня появляются постоянные клиенты, гости, которые регулярно, каждую неделю, еженедельно ходят ко мне в баню под венечки. Очень нравится. Рекомендую всем своим знакомым, уже знакомые знакомых начинают приводить свои друзья. Сарфана ради заработала по полной программе. Но я думаю, что даже не только гости, но и ученики появляются у Ильи Ливанова, да? Да, появляются ученики. Мы сейчас организуем на следующий год банные посиделки. Там будут проводиться мастер-классы мной именно на базе банно-оздоровительного комплекса Шихова. Буду рассказывать, показывать, практиковать людей и рассказывать о культуре парения. Давать людям культуру парения. Недавние события, об этом уже интернет бурлит. У вас страничка ВКонтакте очень популярная. Я заглянула, масса вопросов. Может быть, на какие-то и ответим сегодня. Так вот, недавно вы принимали очень известного уральского банного мастера Ивана Бояренцева. Банные тренинги, кажется, это так называлось. Вот как все прошло, любопытно узнать, потому что интерес был огромный. Прошло все классно. У нас было больше людей, чем было заявлено. Мы планировали 15 человек. Набралось 20 человек. И было очень много еще большого количества желающих. А просто были звонки, люди интересовались, хотели встретиться. Хотели встретиться. И если хотят встретиться, мы решили организовать ему еще один приезд сюда, к нам. Будет он 16-17 января на базе банно-оздоровительного комплекса Шихова. Все подробности можно узнать у нас в группе. Стань мастером русской бани Киров. Приезд Ивана Бояренца очень запомнился. Он давал... Мастер-классы, наверное, нет? Мастер-классы, технологии парения. Движение в парении. Именно какое движение должно присутствовать, чтобы человек себя, как банщик, так и гость, чувствовали себя спокойно, свободно. Чтобы банщик мог спокойно парить, свободно, не забивая ни руки, ни ноги, ни уставая, а на протяжении 30 минут работать с гостем, чтобы гостю было комфортно. Чтобы гость смог забыть свои все переживания, заботы и задачи, которые у него там находятся. Но это была абсолютно русская компания или уже затесались все женщины? Нет, приезжали девушки у нас были. Точное количество девушек я вам не назову. Тоже хотя бы банными мастерицами. Да. Наверное, и так, да, получается? Принимали банные латки именно. Иван дает не только именно про баню, он дает очень большой курс именно по русской традиции. То есть сначала теория, а затем вы все идете туда, туда в баню, да? Да. Такое парение. Но вот можно сказать, что у этого мастера, в общем, имя-то очень известно, вот есть какой-то свой стиль, свой почерк, своя фишка главная, что бы ты выделил? Ну, да, у Ивана очень своеобразное такое, своеобычное мастерство. Вот я видела, он в русской рубахе, там что-то такое. Он в русской рубахе. Он берет отношение такое к гостю, вот как дитятка, да, которую я перенял у него, именно такое с любовью, с душой. К нему многие гости приезжают не только для того, чтобы попариться, а именно за таким отношением, потому что многие люди скучают о таком отношении, о родительском таком. И еще у него такая, можно назвать фишка, он в бане во время парения поет песни, вот, и песни, он поет непростые там, да, у нас как из попсы, а русские народные песни. Каждая русская народная песня, да, она имеет скрытый смысл, который ложится на душу человека и вскрывает его вот это вот внутреннее существо. Например, что запомнилось, вот, надо же еще попарить, да еще и песню спеть, там вообще в забудыхание же спирает, наверное, в бане. Он объяснял и давал как раз дыхание, дыхательную гимнастику, которая пользуется банщикой во время парения, то есть как правильно дышать, воздух горячий, еще и пар, и это все давит, да, и чтобы было комфортно человеку, банщику я имею в виду, как правильно дышать. Вот он также будет это все объяснять, рассказывать. В общем, народ в восторге. Народ в восторге. Я тоже в восторге, несмотря на то, что я у Иванова был на множество тренингов, да, и приезжал к нему домой, непосредственно мы у него дома вдвоем, он меня обучал, чемпионатам готовил, на которых я выступал. Ну, кстати, я хочу сказать, второе место на открытом чемпионате Урала у Иванова, да, есть такой титул. Мы есть куда стремиться и там. Есть, есть. Первое, там, наверное, гран-при, да, все впереди. Я в следующем году, в 2016 году собираюсь поехать на Россию, это у нас будет в Москве соревнование. Я ездил как в этом году, как наблюдатель, участвовал там как модель, меня попарили, встретился знакомый. То есть уже российский масштаб, или немножко, стал вот эта тема? Российский масштаб. У нас в каждой стране присутствует баня, каждый, как можно сказать. Ну, финская, например, да, турецкая баня. Японский. Вот Владос Якубалскас у нас тоже, он приезжает в январе, не знаю, как, договоримся мы с ним, чтобы он бы нам провел мастер-класс, обучал банщиков. Но это все в планах, следите за новостями, то есть мы там все расскажем. И баня именно, ну, как в каждой стране баня, свои традиции, свои обряды. То есть в Японии бесконтактное парение именно паром. Не работают вениками, работают веерами, работают полотенцами. Это также я узнал от Влада Сейкубалскаса, когда проходил ему обучение. Он ездил во многие страны, обучался там банами, всякими программами. Но все равно мы говорим, что лучше русской бани. Лучше русской бани, конечно. У нас все с душевной, у нас и с венниками, и гость полностью отдыхает. С песнями, вот как выяснилось сейчас даже вот до этого дошло. Ну, это, наверное, в общем-то, что называется полный кайф, самое подходящее слово. А вот такой термин очень часто звучит, и я увидела тоже вот у вас в отзывах на страничке ВКонтакте. Живая баня. Живая баня. Вот что за этим вот хочется понять? Живая баня – это проект Ивана Бояринцева, да? Живая баня у Ивана. В этом проекте он консультирует строительство живой бани. Именно баня, где все четыре стихии находятся в гармонии с друг другом. То есть баня, в которой можно целить человека, да, в которой в баню приходишь, и можешь себя комфортно чувствовать, и в этом комфортном состоянии убрать все свои задачи. Попариться сам, да, или попарить своих друзей. Он проводит консультации по живой бане, как это называется, видеосъемки, там, по скайпу как-то. Так, так и называется. Да, по скайпу, то есть он проводит живые консультации, также приезжает по банным печам, он рассказывает, приток воздуха по ВАСТу, индийская технология строительства. То есть он объединит все знания Руси, да, и общаясь с индусами, которые несут традиции Индии, ВАСТу. Ну, как бы у них много всего. Самые разные направления. А вот если взглянуть, в общем-то у нас почти сейчас садовые домики, там, не знаю, дачи, огороды, да, загородные коттеджи, банька обязательно атрибут. А вот таких вот по-настоящему, на твой взгляд, профессиональных, по-умному сделанных на русских традициях бань, их много сейчас? Или масса все-таки ошибок допускается народам, когда оно начинает увлекаться этим делом? Все верно, масса ошибок допускается, пытаются даже шкафы сделать в бане. Ой, там, чего только не делать. Закрывают, делают термос, закрывают все фольгой, баня не дышит, баня перестает дышать, не дают туда ни притока воздуха, ни оттока воздуха. А именно делают такой термос, после которого выходишь, давление повышается, глаза краснеют, лопаются сосуды. И некомфортное состояние в бане, то есть это такая кривая баня. Ну вот на ваших тренингах, например, можно тоже правильно научиться этому? Да, Иван дает... Секреты, как строить настоящую баню, какие ошибки избежать? Иван рассказывал, вот он по приезду, он рассказывал, давал двухчасовой тренинг, но двух часов как бы даже не было достаточно, чтобы мы смогли там все перенять в него. Но мы с отцом занимаемся строительством бань по технологии Ивана Бояринцева, и взято нашего деда, да, от наших детов, от прадедов, то есть этими технологиями используем только экологически чистые материалы в строительстве нашей бани. Вот, кстати, вопрос из почты. Народ уже обратил внимание на наши встречи, и это очень приятно. Мужчина по имени Михаил задает, вот строит баню, да, и такой спорный момент, все-таки липовая баня или осиновая баня, вот чему отдать предпочтение? Ну, мы предпочтение относим к осиновой бане, так как осиновая баня с возрастом каменеет, то есть она становится жестче и меньше подвержена гнили. От воды крепче, да, вот она такая специфика? Ну, она не от воды становится крепче, она с возрастом, то есть она ветривается, каменеет, дубеет, когда высыхает именно. Также, чтобы нижние венцы не гнили, да, мы в бане делаем специальный фундамент, заливаем под определенным углом, чтобы вода не набиралась, под Нижней Венецией не давала ему гниения, а именно скатывалась, чтобы нижние венцы тоже дышали. Там определенные технологии подведения воздуха, которые также проветруют нижние венцы. Ну, все-таки возвращаемся в Шихово, это направление, да, я думаю, что керочяне знают, куда двигаться, в сторону, я не знаю, там что, Слободского, да? Да, в сторону Слободского, банно-оздоровительный керочек. Да, 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 на машине это совсем близко, но можно даже добраться и на общественном транспорте. На общественном транспорте 102-й автобус есть, да. Ну да, есть такой маршрут, и вот вы говорили про общественные дни, и это особенно заинтересовало людей старшего возраста, пенсионного, там даже скидки какие-то есть. Эта традиция продолжается, это все осталось сейчас? Эта традиция продолжается, продолжалась, продолжается и будет продолжаться. Это какие дни? Эта среда у нас женский день, то есть с трех часов дня до десяти вечера, это женский день, среда. Скидки пенсионерам у нас идут 20% по предоставлению пенсионного. И воскресенье у нас мужской день. Вот воскресенье было вчера у нас. В воскресенье, да, в воскресенье был наплыв, наплыв людей. Был наплыв, да, в воскресенье также я прихожу, провожу программу, у нас работают две парилки в время общественных, и на дровах люди уходят туда, то есть там прогреваются, а я работаю индивидуально с гостем в отдельной парилке. Ну, этот гость по желанию, да, если вот... Да, гость по желанию, конечно. ...человек, чтобы профессионал с ним поработал. Желающих появляется много, когда видят, первый раз, когда попросили меня попарить, я попарил, после этого люди, которые наблюдавшиеся, то есть поняли, что что-то они не так делают в бане, и попросили меня попарить их. После парения им понравилось, они как-то за традицию стали считать посещение бани каждое воскресенье с банемастером. Ну что ж, я хочу напомнить, что мы на волне программы «Будьте здоровы», и я от души желаю обязательно попасть в руки банного мастера, любителей попариться, любителям попариться. У нас в гостях Илья Ливанов, банный мастер, и я напомню его титул, второе место на открытом чемпионате Урала. Я так думаю, что чемпионаты еще скоро появятся. Да, они уже, в общем-то, и проводились на Вятке, да, вот если вспомнить Гренландию, мне это вспоминается в первую очередь. Проводили. Шиховского комплекса банно-оздоровительного, или вообще, да, вот такая идея банных мастеров. А сколько вообще вот их уже насчитывается, этих людей? Ну, на данный момент, как бы мне известно на Вятке, всего четыре человека, которые занимаются банным мастерством, банным искусством, имеют опыт выступления в чемпионатах, имеют регалии как бы выступления. Ну, чтобы пополнить ряды, нужно обязательно какой-то титул получать? Пополнить ряды, человек в первую очередь должен уявлять желание стать банным мастером, или хотя бы понять культуру парения, перенять ее. После чего я тоже хотел, расскажу немного своей истории, тоже хотел просто понять культуру парения, но когда попробовал вот это все, да, попробовал правильно парить, начал обучаться этому, я и сейчас не закончил обучаться этому, продолжаю этому обучаться регулярно. Я понял, что это действительно мое, что я хочу парить людей. Можно сказать, что это профессиональная, да, профессиональная работа? Да, профессиональная работа. Все понятно. Народ задает вопросы. Опять же, на сайте появилась информация, что сейчас по субботам проходят банные посиделки. Вот что это такое? Банные посиделки у нас планируются в следующем году, это как мастер-класс, тренинг от меня от Льванова Льи. Провожу мастер-класс с 10 до 3, у нас каждую субботу следующего года. Ну это начинается в 16-м году? В 16-м году. В декабре пока пропускаем, да? В 16-м году, да. У нас сейчас праздники, корпоративы. И в следующем году, вот как раз январьские, после новогоднего праздника, у нас будут запускаться вот такие программы. Опять же, вопрос народных масс. Что такое банный обряд? Что из себя он, да, вот включает? Ну, ряды бывают различные, то есть каждый несет свой смысл. Как я говорил, да, в предыдущих встречах, то есть у нас все на Руси проходило через баню. Рожали в банях, умирали, как не умирали, а отмывали человека в баню. Да, девушка у нас, естественно, это земля, она привязана к своим корням. Она привязана к своему месту обитания, так можно сказать. Вот. Ну, у нас раньше жили в поместьях все, да, это как бы из кон в Руси идет все. То есть привязана к маме, привязана к папе. То есть она имеет такие привязки, чтобы она вышла замуж действительно, да, как бы не дергалась туда-сюда, как бы не понимая, что у нее за состояние. Проводилась именно церемония обряда парения весты. Девушку брали, пропаривали. Как все сложно, как все сложно. Размолакивали ее, то есть выкапывали, можно сказать, эту земельушку и переносили. Так, так я хочу понять, а сейчас-то проводятся какие-то банные обряды? Проводим обряды, проводим церемонии седьмого пара, то есть это именно в традиции, как наши дедушки ходили до седьмого пота, до очищения, до полного очищения, ходили в бане, проводим такие обряды, семь паров называется программа. Это вот как раз, это не банные посиделки, это что-то другое? Нет, это другое, это индивидуальная работа, так же, как с одним человеком, так же, и с компанией людей. То есть туда входит у нас и знакомство с паром, да, заговоры на воду мы делаем там. Вода имеет структуру, к которой мы насыщаем пространство, да, поддавая пару. То есть, если, например, компания, хорошая компания, да, вот, которая любит ходить в баню, она просто любит ходить в баню, взять пивко там, например, да, ну, женщины берут всевозможные мазилки, соли, что-то, я не знаю, травы всевозможные, вот, в принципе, им захочется познать глубину всю, да, вот историю русской бани, в принципе, они могут этой компанией вот записаться, да, вот, как-то связаться с тобой, да? Да, 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 заходите к нам в группу, задавайте там вопросы. О полной программе информации. Наберите нам номер, там у нас здравительного комплекса. Все в свободном полете. Ну, кстати, телефон у меня вот записан 478-007, это... Да, 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 вот как раз банный, здравительный комплекс, по нему можно и связаться. Да, по нему звоните, вам ответит, администратор все расскажет, знакомый со всеми программами. Еще очень часто возникает тема культура парения. Вот лично ты, как банный мастер, что в это вкладываешь? Культура парения. Ну, посещение бани именно для оздоровления своего тела, не для того, чтобы посещение, культура парения. Для того, чтобы сходить туда. Для здоровья. Да. По-настоящему, да, набраться. Тема, которую задают наши женщины, кстати, тоже, страничка ВКонтакте. А есть ли массаж? У нас производится банный массаж, именно веничный массаж. При комфортной температуре многие девушки, в первую очередь, стесняются жарких температур, что им будет некомфортно в бане. Но после посещения именно с банным мастером, они меняют свое представление о бане. И много раз слышал такие отзывы, да, в мой адрес, что я заново родилась после бани. То есть она поменяла свое представление. Банный массаж, одним словом, предлагайте банный массаж. А вот что такое массаж топором? Это вообще вот такая интрига, я выписала, думаю, откуда это вообще выплыло. Есть такое? Массаж топором, да, я проводил недавно ребятам, то есть ладил. Ихние задачи, по их просьбе, то есть попросили поладить меня, и вот я использовал топор. Я ничего не поняла. Поладить, по их просьбе, это что, например, проблемы со спиной или что там, со здоровьем, да. Ты берешь топор, и что дальше? Если есть какие-то задачи, то есть после пропаривания человека видно его задачи. То есть где-то скопилась силушка, да, у нас, а где-то ее нет, она не проходит. И после пропарения топором, то есть берется топор, подходишь к человеку, и у человека на психологическом уровне, даже если он доверяет себя, банщику, да, у него... И он теряет до речи. Да, до речи. Я почему-то представляю тебя с топором в бане, я первый раз слышу, вот это очень интересно. Ну, это такой массаж, пропарение топором. Ну, я так понимаю, что сразу видно такие проблемные точки, да? Проблемные места, они разминаются топором, и человек сам, можно сказать, человеческий мозг сам, посылает огромный импульс в это место, куда происходит касание топором, и исцеляет, разглаживает вот это место, то есть добавляет новой энергией туда. Это, в общем, это тоже история русской бани? Это тоже история традиции русского парения в русской бани. Ну, вообще, масса всего интересного. Ну, и, наверное, такой предновогодний вопрос. Женщины, красивые женщины, новогодний вечер, декольте, мини-платье, не знаю, что такое, но женщины всегда... Нет, разим в этот момент, хочется лишние килограммы сбросить, вот стоит сходить в баньку перед таким выходом в свет новогодним. Поможет баня принять форму отличную в этом плане? Сколько килограммов можно за раз бросить, если человек на диете еще сидит, можно такую тему? При определенном питании, конечно, баня запустит процессы очищения организма, то есть очистит организм и запустит резервы, которые скаплены у человека, да, в качестве лишнего жира или веса, то есть на восстановление тех или иных задач. Главное потом, да, не наверстывать то, что... здоровье, которое набрали, наверное, да. Это все перед Новым годом худеет, а потом Новый год как-то дольше. Да, 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 потом салат, оливье и все прочее. Ну, я так думаю, что у вас, наверное, очень будет много гостей в новогодние дни, много корпоративов, да, целая компания, сейчас это тоже модная тема, и день рождения в бане встретить. Возрождаются русские традиции, русская культура имеет, Россия как никогда нуждается именно в русской культуре, в возрождении своей собственной культуры. И вот баня – это неотъемлемая часть русской культуры, мы возрождаем эту культуру, показываем, учим и парим. Илья, успехов в этом деле, рассказал масса интересных сюжетов. Одним словом, банный здоровительный комплекс Шихова, банный мастер Илья Иванов ждут гостей. Ну, наверное, с наступающим уже можно говорить, а увидимся уже в следующий раз в новом году. Здоровья и удачи! Успехов!